Закон о господдержке расколол красноярских депутатов. Рисунок к статье. В фото пресс-службы законодательного собрания Красноярского края в Красноярском крае продолжаются ожесточенные споры вокруг принятого в первом чтении на апрельской сессии Заксобрания закона о предоставлении государственной поддержки хозяйствующим субъектам. Авторы законопроекта предложили не давать бюджетных субсидий предприятиям, которые зарегистрированы в офшорах, имеют задолженность перед фискальными органами и проводят сокращения на предприятиях. Закон может серьезно повлиять на экономику края, поскольку господдержку в разных формах получают многие предприятия. Цена вопроса – миллиарды рублей. Идея этого закона возникла, когда мы рассматривали краевую антикоррупционную программу. Учитывалась также сложная экономическая ситуация. Не секрет, что антикризисные меры заставят многих предпринимателей искать поддержки государства. Нам было важно установить общие принципы получения этой поддержки и сформировать понятные для всех правила игры. Минус рассказал Инга один из авторов законопроекта, вице-спикер Заксобрания Алексей Клешко. Думаю, никто не будет спорить, что неправильно было бы давать бюджетные деньги предприятиям, зарегистрированным в офшорах, или руководителям, аффилированным с чиновниками и другими представителями органов власти. Законопроект вызвал сильное недовольство фракции КПРФ и представителей агропромышленного комплекса, которые считают, что он сильно осложнит жизнь сельчанам. В частности, депутат Заксобрания Борис Мельниченко, возглавляющий одно из крупнейших в крае сельхозпредприятий, заявил, что сохранение численности работников для получения субсидий выглядит нереальным в условиях рыночной экономики. Субсидии для АПК – это не подачка и не подарок. Это компенсация выпадающих доходов из-за того, что аграрий вынужден продавать товар ниже себестоимости, минус подчеркнул парламентарий. Благими намерениями дорогова от вымощена. Принятие этого закона может нанести удар по половине получателей господдержки в аграрном секторе региона. Речь идет примерно о 2000 хозяйств, которые не смогут выполнять условия, которые ставят перед ними этот закон, минус говорит председатель комитета Заксобрания по делам села и агропромышленной политики Валерий Сергеенко. Самое печальное, что единороссы, авторы законопроекта, похоже, даже не особо осведомлены, что в законодательной системе края уже принято достаточно много правовых актов, которые обеспечивают пресловутую прозрачность для получателей государственной помощи. Но к сожалению, мы стали в очередной раз заложниками партийного рабства, поскольку Единая Россия, обладая большинством в краевом парламенте, может принять любой закон. По словам Сергеенко, пострадать от этого закона могут также и другие отрасли, в частности ЖКХ. Алексей Клешко пообещал, что ко второму учтению некоторые замечания противников закона будут учтены. Налицо конфликт интересов, который возник в результате столкновения отраслевых лоббистов и депутатов, которые, возможно, захотят использовать этот закон как козырь на грядущих выборах в Заксобрания, минус полагает политолог Дмитрий Золотухин. Но депутатам-аграриям в этой ситуации сложнее, поскольку трудно спорить с тем, что деятельность предприятий, получающих субсидии из дефицитного бюджета, должна быть абсолютно прозрачной для власти и общества. Красноярск. 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 Продолжение следует...